Владимир Кланцак Здравствуйте! Как относитесь к такой оценке вашей работы? Конечно, очень приятно. Скажу сразу, это оценка не только моей работы, наверное, и всего нашего клуба. Но самое главное, я думаю, оценена работа и ребят в первую очередь, потому что там составляется рейтинг, на каком месте ты идешь, поэтому руководители проголосовали. Поэтому еще раз говорю, приятно. Но это работа всего клуба. По вашему мнению, как команда начала сезон? Перед первыми матчами говорили, что намерены выйти в лидеры. Как сейчас оцениваются планы? Планы оцениваются великолепно. Перед последним туром мы шли на втором, даже были на первом месте. Но, к сожалению, последний матч домашний проиграли. Сейчас опустились на четвертую, но по-прежнему находимся в лидирующей группе и, надеемся, до конца сезона там будем и займем достойное место. В команде появилось много новичков. Ведется ли селекционная работа в процессе продолжения сезона? Трансферное окно закрылось, поэтому до следующего, как говорится, трансферного окна не будет новичков. По крайней мере, мы довольны теми, кого мы взяли. Можно ли сказать, что состав, так скажем, обкатан? Прошло 10 туров. В принципе, есть стабилизация состава, особенно, наверное, в линии обороны. Атакующие линии, конечно, мы будем менять, потому что, по крайней мере, не устраивать то количество мячей, которые мы забиваем. То есть реализуем голевые моменты. Есть ли какие-то козыри команды? Помню, раньше говорили, игра головой, стандартные моменты. Стандартное положение у нас всегда был козырем команды. И сейчас мы наигрываем и много забиваем, особенно в последних играх. Поэтому можно сказать, что стандартное положение – это сильная сторона нашей команды. Еще сильная сторона, наверное, это оборонительные действия. Улучшать где надо это атакующие, потому что создаем достаточно моментов, но реализация, как говорится, подводит. 1 октября встречаетесь с командой «Челябинск». Чего ожидать от этой игры? Будем играть на победу. Получится или нет – это другой момент. Но мы все игры играем на победу. И надо обыгрывать, чтобы обойти эту команду. Она тоже находится в лидирующей группе. Какая команда является принципиальным соперником для «КамАЗа»? Может быть, их несколько? Принципиальных соперников нет, но могу выделить татарстанские дерби. Это игры с командой «Нефтехимик» Нижнекамск. И сейчас, наверное, это команды «Анжиниюниор» разделена на «Дойск». Наверное, их можно выделить. Тут, как говорится, команда находится на каком-либо месте, но всегда игры напряженные. Как болельщики могут узнать больше о жизни команды? Где смотреть? Если вы интересуясь жизнью, тренировочным процессом и другими делами команды «КамАЗа», то у нас открылась «КамАЗ-ТВ». Поэтому я приглашаю зайти на наш сайт и там узнать всю информацию по «КамАЗ-ТВ». Владимир Руслович, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Вам спасибо, что приглашаете нас на интервью. От себя лично и от футбольного клуба «КамАЗа» я приглашаю вас 1 октября на матч. И хочу вам подарить небольшой презент. Это наш шарф футбольного клуба «КамАЗа». С удовольствием приду на матч. Напомню, что сегодня гостем студии программы «Челун-24» был главный тренер «КамАЗа» Владимир Кланцак.